Они вынуждены были бежать от разрывов снарядов на Донбассе еще в 2014-м, оставив свои дома. И лишь спустя шесть лет обрели собственное жилье недалеко от Днепра. На новосерии побывали и наши корреспонденты. Слава, смотри, как здесь светло все, комната какая большая. Галина с младшим сыном впервые осматривает свою квартиру. Они уехали из Алчевска пять лет назад. Первое время жили у родственников, а после арендовали жилье в поселке Чумаки. Женщина отдавала за него большую часть зарплаты и мечтала о собственном жилье. Всплеск эмоций и верится и не верится, наконец-то за сколько лет какой-то свой угол будет. С коммуникациями, с мебелью, со всем. Валентина и ее муж выехали из Донецкой области. Четыре года жили в общежитии и теперь обустраиваются в своей квартире. Так как пара, пенсионеры жилье дали на первом этаже. Он сядет, будет тут сидеть, да, в окно будет смотреть. Я и просила, говорю, мне во двор дайте комнату. Для всех переселенцев квартиру обустроили в бывшем общежитии. Ремонтировали здания и комнаты. Около трех лет потратили почти 17 миллионов гривен. Большую часть средств предоставил немецкий правительственный банк. На мебель и территорию, областной бюджет и местная громада. Ключи от комнаты и квартир сегодня вручили 13 семьям и нескольким одиноким людям. Сегодня мы сюда поселим 35 людей. Еще остаются места в Вильне. То есть 25 людей еще можно дополнительно тут разместить. Мы говорим, что это темчасовое житло, но мы понимаем, что это очень качественно отремонтированная стационарная строителька, где люди смогут жить столько, сколько будет такая потребность. Подобные проекты в Днепропетровской области планируют продолжить. К сдаче готовят здания в Кривом Роге. Они рассчитаны на 70 квартир. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов. Днепропетровская область. Твой дом.